Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Ограничения будут вводиться на фоне попытки России аннексировать новые территории Украины. Россия, ее политическое руководство и причастные к организации этих референдумов, а также к другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности, а в отношении России будут введены дополнительные ограничительные меры в кратчайшие сроки. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на официальном сайте Европейского Союза. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, проведение так называемых референдумов на оккупированной территории Украины ничего не изменит. Украина будет освобождать свои территории. Ни фейковые референдумы, ни гибридная мобилизация ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. Объявление президентом России частичной мобилизации – это признак того, что страна-агрессор не в состоянии вести успешные военные действия на территории Украины, заявил премьер-министр Канады. Частичная военная мобилизация, ядерные угрозы и псевдореферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады из сообщения Ройтерс. Все действия России ведут к ее неизбежной изоляции от мира, считает официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, все больше государств, участвовавших в Госассамблее ООН, возлагают ответственность за войну, развязанную против Украины именно на Москву. Россия оказывается во все большей изоляции. Я думаю, сегодняшнее заседание в Совете безопасности было довольно показательным. Министр иностранных дел РФ Лавров сделал свое заявление. Пришел прямо перед этим и покинул зал сразу же, как закончил свое выступление. Можно расценивать как угодно, но это признак слабости. Это знак того, что Россия все больше понимает, что даже ее давние партнеры начинают от России дистанцироваться. Нед Прайс, официальный представитель Государственного департамента США, в интервью «Голосу Америки». В ОБСЕ опубликован отчет о состоянии российского гражданского общества и защиты основных свобод в стране. Было установлено, что за последние десятилетия в России власти, цитирую, полностью поменяли рамки российского гражданского общества, отрезав его от зарубежных и международных партнеров. Подавив самостоятельные инициативы, задушив критическое отношение к власти, заставив замолчать СМИ и подавив политическую оппозицию. «Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут и впредь возлагать на Россию ответственность за полное невыполнение ею своих обязательств в рамках ОБСЕ и обязательств по международному праву в отношении соблюдения прав человека и основных свобод своего народа, а также суверенитета и территориальной целостности других стран». Из заявления Государственного департамента США. Страны-члены ЕС настаивают на введении жестких мер в отношении России в ответ на решение Владимира Путина провести частичную мобилизацию и его угрозы по поводу ядерной войны. Ожидается, что восьмой пакет санкций против Российской Федерации может содержать ограничения цен на российскую нефть, а также будут направлены на российскую IT-индустрию и в отношении физических лиц. Юлия Биль для телеканала Freedom.